Приветствую вас, давайте последовательно будем разбирать каждый ваш вопрос. Значит, по поводу первого вопроса, где вы пишете о том, почему вам девушка так сказала. Я думаю, что можно сказать так. Почему вы, или лучше сказать так, почувствовали ли вы некую обиду, когда она сказала вам так? Почувствовали ли вы, например, досаду, когда она сказала так? Почувствовали ли вы, что, ну, знаете, такое не очень приятное чувство, да, но такое недавно ощутимое, что это связано с вами? То есть, может быть, вы какой-то, вот, неподходящий для неё и так далее. Было ли такое ощущение? Если да, то с чем оно связано? Какие ассоциации у вас с этим ощущением, с этим чувством? Вот. Это очень важный момент, потому что свидетельствует о том, что вы не очень уверены в себе. Дальше, значит, девушка сказала так, потому что не принимает себя, боится отношений, не хочет страдать, вероятно, избегает боли. Которая у неё, скорее всего, была, ну, до вас, до взаимодействия с вами, с вами ещё. Вот. И теперь она просто не хочет вновь это было испытывать. То есть, ну, считая, что у неё сложный характер, считая, что она не для отношений, вот. И, соответственно, избегая её. То есть, главное, отношения это вообще, в принципе, не имеет, ну, как такового. Сделать здесь именно в ней, а не вас. И сделать здесь своё собственном опыте, который она получила. Ну, в контексте именно отношений. В контексте именно взаимодействий, возможно, с мужчинами, с мужчинами, которые были у неё до вас. Далее. А есть ли смысл продолжать общаться с ней? Спрашиваете вы. На этот вопрос я думаю ответить вам так. Что? Что? Да. Смысл общаться с ней есть. Безусловно. Но, необходимо понимать, что, вероятно, ей потребуется куда больше времени для того, например, чтобы принять вас, чтобы привыкнуть к вам, возможно. Чтобы расслабиться с вами, я имею ввиду, по-настоящему расслабиться. Не так, как сейчас. Сейчас это, очевидно, её маска. Вот именно сейчас, на данный момент, это, очевидно, её маска, которую она одевает. Когда взаимодействует с вами. Вот. Значит, дальше. Если вы готовы, ну, дать ей время, если вы готовы попытаться её к себе расположить, если вы готовы, ну, скажем так, подождать, то почему бы и нет? Есть смысл, конечно. Смысл есть, в любом случае. Потому что, ну, вполне возможно, что прообщайтесь с выхтом. Полгода прообщайтесь с выхтом. Ещё больше времени. И она поверит в то, что вы её принимаете. Правда, эти моменты нужно отслеживать и стараться адекватно на них реагировать. Так что, смысл есть, но вот, знаете, я скажу немножко парадоксально, но смысл есть. Но то, что вы спрашиваете о нём, вероятно, делает бессмысленным дальнейшее продолжение ваших отношений, потому что вы уже хотите какого-то смысла, а его в отношениях, как правило, нет. То есть, именно смысла в отношениях, нет. Если вам, девочка, нравится, то как проявляется ваша симпатия? Чего бы вы хотели? Ну, например, хотите ли вы для неё, допустим, чего-то? Хотите ли вы для неё, допустим, чтобы она была счастлива? Хотите ли вы, чтобы ей было хорошо с вами? Ну и вообще хорошо, неважно с вами или нет. Это одно. Тогда смысл, безусловно, есть. Если нет, если вы хотите, чтобы она обязательно была с вами, если вы преследуете свои желания, то здесь ситуация будет посложнее. Здесь ситуация такая, что вы это делаете для себя. И в таком случае никакого смысла в отношениях нет, потому что она, может быть, вам даст то, с чего вы хотите, а может быть и нет. И поскольку никто гарантировать этого не может, в том числе и вы, и мы, и она, вот, то, соответственно, и нет смысла ждать, ожидать, что она вам что-то даст. Нет смысла вам надеяться, что она, ну, будет для вас той, кем вы хотели бы её видеть, кем вы хотите её видеть сейчас, на данный момент. Дальше, значит, так, есть ли смысл дальше мне действовать? Так, на этот вопрос ответил. Теперь следующее. Вы пишите, что познакомились с девочкой через родственников. Вот это довольно такой интересный способ познакомиться с девочкой. То есть, давайте мы немножко проясним. Во-первых, ваш выбор знакомства через родственников и то, что она вам понравилась, позволяет говорить о том, возможно, что сами вы познакомиться с девочкой затрудняетесь, ну, по какой-либо причине. Если так, то это, безусловно, проблема. Но это решаемо. То есть, это вполне себе можно подкорректировать и вполне себе можно оправить. Дальше. И на вас, и на девочку будет влиять тот факт, что родственники как бы ждут от вас обоих, вероятно, того, что вы будете вместе. Как вы понимаете, это не дает отношениям того уровня непринужденности, какой необходим. И вполне возможно еще и поэтому девушка держит расстояние. И вполне вероятно, что именно поэтому она говорит, что относится к вам как к родственнику и не воспринимает вас всерьез. Ну, может быть, то есть, это не обязательно правда, но какая-то часть, какая-то доля истины, наверное, в ее словах есть. Я полагаю, что, ну, вполне может быть, вполне очевидно подобный момент. Соответственно, вам, если вы вот проанализируете, какие у вас родственники, чего бы они хотели для вас, как бы они вообще... Ну, как они видят вашу жизнь, например, ваше будущее. Если вы проанализируете данный аспект, то вы сможете увидеть степень давления родных на вас с девушкой. Ну, на девушку, может быть, не так, а на вас вполне. Если родственники есть, от него стоит избавиться. Как? Ну, можно прекратить взаимодействие с ней на какое-то время. То есть, ну, сделать паузу, перерыв небольшой. Вот. И после этого начать, может быть, общаться с ней уже, как бы, независимо от родных. Так, чтобы родные не присутствовали в ваших отношениях вообще никак. Я полагаю, что это очень хорошо помогло бы вам как-то вот сделать отношения более перспективными, скажем так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.